Все, в прямом эфире. Джон, I introduced you, people know you, so it's time to make announcements. Yeah, it's a pleasure to see everybody again. I'm sure there's many new people on the call, and welcome to you. It's nice to meet you for the first time. Всех приветствую. Я уверен, что здесь сегодня много новых людей на нашей конференции. Рад всех видеть. So, let me share a few updates with everybody since last time we spoke. So, as you know, December is a beta launch month for us. So, we've had a lot of firsts in the month of December, and the most recent first is our proofed balances. And so, as a result, we're seeing right now fast start bonuses have been loaded into your proofed balances, and we're in the process of running dual team bonuses and having those calculated and moved into your proofed balances as well. Now, if you haven't already heard, we've already had our first December, even though it was a beta month, we are already calculating more than a million dollars, U.S., in commissions that are going out to the field. We've been growing at about a thousand members a day, even though we've actively been trying to slow things down. As you know, you don't have... Sorry, buddy. I forgot you got to translate this. Okay, John. So, ребят, John говорит о том, что вы знаете, что мы только-только начали бизнес, и декабрь – это был такой месяц, прям предстартовый, и у нас очень много всего стало, мы стали прикручивать, подключать с самого начала, то есть первый раз. То есть первый раз вы стали иметь способность подключать новых партнеров. Вот сейчас вот эта торговая площадка, первый раз вы получили возможность сейчас выводить комиссии. То есть у нас в этом месяце очень много новых вещей стало происходить, которые мы делаем и отлаживаем. И в связи с этим у нас, вы сейчас быкой все видите уже часть своих комиссий, не все комиссии сейчас вам показываются, то есть показываются комиссии, которые вы бонус за лично приглашенных людей, так? Вы сейчас также увидите калькуляцию бонуса по бинару, и все это сейчас делается. И также я хочу сказать, что, то есть он еще сказал по поводу обновлений, которые нас еще спереди ждут, то есть придал слово мне, так что, Джон, go ahead, please. So, the first thing that I would want to let you know is that this is our very-very first beta month, and so, as I mentioned before, there's been a lot of firsts, and I would encourage you just to bear with us, because we build everything ourselves, because we have all of our internal IT teams, every time we launch a new segment of the company, because it's a first, we always have a few wrinkles that we need to work through, and that is exactly what's happening with our first pay run. So, many of you have seen approved balances already for your fast starts, now we're calculating approved balances for dual team. И Джон говорит о том, Джон, let me just very quickly translate. И на самом деле Джон говорит о том, что уже миллион долларов в комиссиях компания подготовила, чтобы выплатить комиссионные, вот буквально мы только что начали, да, и уже миллион долларов есть выплачивать людям комиссионными, и сейчас происходит первый транш, первые выплаты людям, и вы видите часть комиссии, вы часть комиссии, которые по бинару вы пока не видите, сейчас это калькулируется, и Джон говорит о том, что сейчас где-то в день прибавляется тысяча человек, регистрироваться в день в нашу команду, и самое важное, что компания имеет все свои программисты, весь свой код собственный, и здесь нету каких-то сторонних участников, и поэтому они пишут какой-то код, его вставляют, потом выявляют какие-то ошибки, которые там происходят, все это регулируют, и поэтому время от времени вы видите обновление в системе, или где-то какое-то замедление, и нужно просто подождать, и Джон говорит о том, что просто будьте с нами, следите за событиями, мы двигаемся вместе, работаем, все на самом деле идет, развивается полным ходом. И на самом деле вот этот рост тысячи партнеров в день, это по большей части благодаря работе команды российской и команды людей в Азии, и поэтому поздравляю всех. На самом деле, такой рост происходит даже без того, что у каждой из вас имеется собственный сайт, который мы вам дадим, то есть имеется в виду реферальная ссылка и ваш собственный сайт со всеми вашими инструментами. И несмотря на это, сейчас команду присоединило 45 тысяч человек уже, то есть и мы как бы двигаемся в сторону, то есть мы даже, как он сказал, мы даже хотим чуть-чуть это, чтобы ребята это типа не торопитесь, не спешите, мы вам все предоставим, это будет совершенно сумасшедшая ситуация, конечно. Okay, so if you are familiar with some of our statistics over the past two years, you already know that in e-commerce, our members, our partners, have already sold about 2.4 billion US dollars in products via Amazon, eBay, Google, and about 400 million US dollars in profits, in earnings. Если вы знакомы с нашей статистикой, то вы знаете, что за последние два года наши люди, которые пользуются нашей платформой, продали товары на Amazon, на eBay на 2,5 миллиарда долларов и также комиссиями заработали без всякой сетевой составляющей, просто на торговле порядка 400 миллионов долларов. И как результат, Amazon и eBay, так как нам очень нравится. И как результат, Amazon и eBay, так как у нас есть статистики и показатели, они нас очень сильно любят. И на самом деле, мы думаем сейчас о вас, как сделать так, чтобы вы смогли зарабатывать деньги на этих технологиях, чтобы вы преуспевали и также люди в других частях света могли пользоваться этими технологиями и также зарабатывать деньги. So, we have a masterclass series that we're getting ready to release to you. The first masterclass, because our teachers are obviously American instructors that have been doing this for a couple of years, the first masterclass will be in English. So, anybody that has a firm understanding of English is more than welcome to be part of that masterclass. And then the following masterclass is where we will take experts from Russia and around Eastern Europe. And we will work directly with them to help them teach additional masterclasses in Russian. So, that means, now, they start courses on knights. They have audiences who already have experience. The first masterclass, who already saw the诊 that they speak out in English with great continuar in English, but they are honest and And now, we'll be able to teach people who speak out in English. These specialists from e-change, will teach people in our organization of From the male team who speak into English, with us so that we simply can teach us people who speak louder in Russian. И также в других регионах точно такая же работа будет сейчас вестись. Мы обучаем ключевых людей, кто говорит английском, и потом мы обучаем нашу команду. То есть вот такой сейчас сценарий развития событий будет. И я хочу с вами быстро сейчас поделиться статистикой за последние две недели. За эти две недели наши партнеры разместили больше 57 тысяч наименований товаров на Амазоне и на Эбэе. И за последние две недели они уже сделали чуть-чуть меньше 10 тысяч продаж. So that's 16% sales already in their first two weeks? Это уже 16% товаров продано за это время. Their average profit was 11.8%. И средняя наценка, средний profit, средняя прибыль 11.5%. И такая примерно грязная такая прибыль уже почти 50 тысяч долларов США. То есть наша задача такая, чтобы на первых парах, чтобы каждый человек мог спокойно зарабатывать порядка 50 долларов в день. И вот это то, что мы будем обучать на этих мастер-классах, чтобы каждый человек имел там 50 долларов в день, что будет приносить вам полторы тысячи долларов в среднем в месяц на первых парах. И дальше это все будет развиваться и расти. Now, so that's on the e-commerce side. So just so you know, your focus, where you should be thinking is that we're going to help you develop skills that you're going to have for the rest of your life that will be relevant to you making money anytime that you're in front of a computer. И на самом деле то, о чем мы сейчас говорим, что это освоение профессии, это освоение навыков и способностей, когда вы сможете зарабатывать деньги просто когда вы сидите перед компьютером. То есть по факту это новая профессия, новая способность, новый навык. Вы открыли компьютер, вы зарабатываете деньги. И перевод вот этих, то есть вот это обучение, которое мы сейчас будем делать, это как раз обучение вот этим способностям на этих мастер-классах, как это делать, чтобы вы могли это делать. И на самом деле второе источник дохода для вас это возможность поделиться с людьми и построить сетевой бизнес вокруг этого всего. И в ближайшее время вы получите свои собственные сайты уже с вашими именами. Вы получите видеоматериалы, уже переведенные на русский язык. То есть там будет видео о продвижении этого бизнеса на русском языке. И также вы получите новые слайды для проведения презентации, которые покороче, попроще и понятнее для людей ходов. Okay. Yes, okay, John. Just bear with us for this commission run. As I said before, every time we do something the first time, takes a little bit longer than we had originally anticipated. And that's exactly what's happening now. So I, as you know, I'm from Canada. Or maybe you didn't know. I'm flying down to Texas tomorrow. And John говорит, что держите руку на пульсе, будьте с нами. Вы знаете, что первый раз, то есть сейчас мы просто прогоняем первый раз. Первый раз мы выплачиваем комиссии, первый раз мы многие вещи делаем. И первый раз это чуть-чуть дольше занимает, чем как бы запланировано. Но тем не менее все будет в лучшем виде. И он говорит о том, что он, как вы знаете, он живет сам в Канаде. И завтра он вылетает в Техас, в корпоративный офис. И он говорит о том, что одна из тем обсуждения на корпоративную компанию, это стратегия, как поддерживать российскую команду и команду из Европы на ближайшие шесть месяцев, что нужно предоставить, чтобы команда развивалась семимильными шагами. Это вот то, что мы будем обсуждать. И Джон говорит, что спасибо большое, что вы проявляете терпение. И мы смотрим в будущее, зная, что каждый из вас построит совершенно сумасшедший, прибыльный, успешный бизнес. То есть мы на самом деле в правильном месте работаем. Спасибо, Джон. И на самом деле, как сейчас произойдет вот этот запланированное обновление, мы еще раз с вами проведем такую встречу. И мы еще раз расскажем вам дополнительную новость о том, что сейчас происходит. Спасибо, Игорь. Спасибо, Джон. Спасибо. Алексей, а у него можно спросить такой вопрос, чтобы он хотя бы немножко вкратце рассказал о основном инструменте, который будет основной в ВИМФИНИА для того, чтобы рассказать логику, куда мы вообще будем двигаться. Ситамаркет, инструменты Амазон, Бананза, для того, чтобы немножко люди поняли, о чем вообще идет речь, как инструмент. А, Джон, this is, Ivan is asking the question. Can you, like, do a little bit of explanation about this tool, the Infinii tool, which people are going to use, connection with eBay, Amazon, Бананза, why it is important to have this Infinii tool, what it gives us? Well, the tools, actually, what I'm going to do is I'm going to schedule a call, and thank you, Dmitry, for asking the call, or the question. I'm going to schedule a call for all of you, and I'm actually going to get Kevin on to get into the details about these, but I'll answer the question just as soon as you have an opportunity to translate that. Okay, so what if we make this broadcast for tomorrow, and then we'll invite Kevin, and we'll speak with people about this technical part. I can translate easily. Yeah, so, and just so you know, the tool is called the automatic, it's an automatic listing tool, and we also have one coming out for Bonanza as well very soon. So you'll have more than one tool to use, and also more software is being released on the 15th. On the other hand, he asked him to do so, because it's a technical part of this business, so he said that we'll have a meeting with Kevin, and Kevin отвечает for all of this automation, and, возможно, it will be right tomorrow. And what he just wanted to say is that it's just an instrument, which makes an automatic system of the delivery of goods on the market, and there will be a couple of additional instruments, which are just needed. What I'll do is I'll reach Kevin, we'll grab, I'll unlock another PowerPoint that has more detailed answers to Dimitri's question, because the tools do quite a few things, they save you a lot of time, they also protect your business, so we'll do a proper presentation so you can get all those answers at one time. Он говорит о том, что, в двух словах, эти инструменты, они экономят ваше время, экономят и сохраняют ваши деньги, то есть, чтобы вы не потеряли деньги. И он говорит, что у них есть готовая презентация, он просто хотел бы, чтобы она была для нас, для всех, правильно, профессионально подана, да, и для этих, то есть, для этих целей это надо сделать отдельный вебинар. Мы это запомнили. И он сказал, что это очень хороший вопрос, и мы это сделаем. Спасибо, Джон. Мы можем сгодировать tomorrow, or the day after tomorrow, people very excited to have this from Kevin, from you, this full understanding. Да, вы, и я, и Кевин, мы будем на телефон, мы будем вебинар, мы будем вебинар, мы будем вебинар, и мы будем вебинар, и мы будем вебинар. Мы проведем для всей российской команды, то есть, это вопрос не только у тебя, это все вопросы задают, почему Infinii, почему это круто, почему он нужен. Значит, Вань, тогда мы сейчас как, переходим к технической составляющей этого нашего семинара, и в конце я там возьму еще пару слов, скажу людям, что надо делать, в каком направлении двигаться. Я передаю тебе слово. Окей. Спасибо. Ну, я хотел бы начать немного вот как раз с логически, то есть, как я весь этот проект понимаю, сам как инструмент для того, чтобы многие ребята поняли, о чем идет суть, и речь, и возможности вообще на ближайшее время для того, чтобы понять об этом проекте глубже, и чтобы у них, наверное, это устаканилось, и было понятно, как мы дальше будем двигаться. По моим ощущениям, как я вижу и понимаю, то есть, у нас будет несколько вариантов развития событий, Springboard, как мы видим, он уже запустился, но еще в таком, в полном рабочем состоянии, потому что, наверное, из этих обновлений, это будет одна из таких пробных площадок для многих начинающих, чтобы столкнуться с коммерцией. А вот основное, наверное, это как раз об этом инструменте, который меня очень сильно волнует вообще сам весь проект и как возможность, потому что здесь как раз будет и вся основная суть самого проекта, потому что научиться именно торговать на Амазоне, и Амазоне, и ряд других платформ, которые увеличат ваши шансы на продажу, и, конечно, в итоге даст вам возможность понять вообще, как этот рынок работает, и дальше как развиваться. Как я понимаю, сам инструмент будет работать в таком формате, что он будет объединять сразу все площадки. Это Amazon, eBay, это Ananza, Shopify и Market, который основной инструмент, тоже дополнительно именно от компании Infineye. То есть это будет через данный инструмент, как мы видели, вот добавляем продукт через саму площадку Infineye, добавляем продукт на eBay. Также будет это делаться и на Амазоне, то есть выставляет товар на Амазоне, практически на автомате, он будет сразу синхронизироваться на ряд дополнительных площадок, как в Бананзе, потому что в Бананзе есть функция синхронизации всех твоих товаров, которые находятся как на Амазоне, так и на eBay и ряд других площадок. То есть это увеличение шанса продаж в несколько раз. То есть если вы продаете на Амазоне, либо eBay, эти в день 10 продаж, то выставив эти все товары на этих же площадках, у вас просто увеличивается шанс на продажу в 3-4 раза. Но как мы понимаем, Бананзе это один из инструментов, который является гугловским инструментом, то это все продукты будут практически выставлены в самом Гугле, в поиске, когда люди убивают и находят те или иные товары, которые они заинтересованы или им интересно приобрести. И вот как раз основное направление, почему мы должны сегодня уже задуматься о регистрации Amazon аккаунта, также параллельно на eBay и дальше переходить на все остальные, потому что отсюда будет практически с самой платформы управляться на Амазоне, eBay и ряд других площадок. То есть проще работать на них, освоить эти практически 2-3 инструмента, 2-3 площадки для того, чтобы начать и понимать, как все это работает. Ну а конечно потом тоже посмотрим материалы по маркету, как у них это будет все создано и как оно будет на самом деле работать, это тоже, конечно, интересно. Но весь сам смысл данного продукта – это контроль за наличием товара, потому что если у вас много единиц товара, бывает такое, что в Walmart или на Overstock или ряд других подобных площадок, часто заканчивается. И непосредственно необходима такая система для того, чтобы тут же автоматически вам стало сигнал на Амазоне, так же eBay и ряд других площадок, что данный товар закончился. То есть выставил то наличие товара на данный момент недоступно. То есть нелепая продажа будет осуществлена. И так же необходим второй важный инструмент – это как раз контроль за изменениями цен. То есть это основной как раз момент, потому что Walmart или ряд других площадок очень часто меняют цены. То чуть выше, то ниже и в принципе это необходимо для того, чтобы вы всегда были лица в плюсе. То есть чтобы у вас не было такое, что вы уходите в минус или допустим вы выходите в ноль. То всегда должна быть вот эта маржа. И вот как раз вот это самый главный аспект – это добавление товара, полная, скажем так, автоматизация, контроль за изменение цен и контроль за наличие товара. То есть вот как раз вот три составляющие, которые являются самыми главными. Ваня, а что если я просто ребятам картинку нарисую, чтобы у них была в голове как бы чуть-чуть, ну картинка, образ совпал с тем, что мы говорим. Не возражаешь? Я быстро, что ты сказал, я картинку нарисую. Значит, ребят, мы сейчас, я поделюсь экраном быстро. И Вань, скажешь, если видно, хорошо? Да. То есть вот блокнот, просто один и тот же вопрос ребята очень часто задают. И что получается? Вот представьте, у вас торговая площадка eBay. У вас торговая площадка Amazon. У вас Bonanza. Google. Да, вот то есть у вас торговая площадка. Что у нас там еще есть? Walmart. Нет, на Walmart и выставлять не будем, а именно Shopify, наверное. Как он там пишется? Вот так пишется? И в конце Y. Вот смотрите, то есть фишка заключается в том, что здесь вот платформа Infinii. Да. Вань, я правильно объясняю? Да, да, правильно. То есть вот там платформа Infinii. Вы можете, ребят, теоретически, вы можете сами без нас, без Infinii, зайти сюда, открыть аккаунт и начать торговать. Но тут начинается колбаса. Тут начинаются трудности и проблемы. И вот для этих целей вам как раз нужна платформа Infinii, чтобы вы весь этот процесс автоматизировали. Да. Это то, о чем говорит Джон. Синхронизация. Чтобы у вас основной бизнес, ребят, это торговля на eBay, Amazon, Bonanza. Понимаете, вы овладеваете профессией, как использовать эти торговые площадки. Вань, там статистика сколько? 1,7 триллиона долларов в год на Амазоне торговля. Ну, если брать общие цифры, то в среднем где-то так и выходит. 1,2, 1,5. Представьте, ребят, это триллион, это даже не миллиарды. Тут только один сайт вот этот. То есть мы говорим о том, что здесь у вас компания Infinii дает вам автоматизацию этого всего. И сегодня мы вам говорим о том, что уже сейчас нужно открыть счет на eBay, на Амазоне, на Bonanza, зарегистрироваться на Walmart. И что мы еще хотим вам донести, какую идею, что детские шаги. Вот у нас есть платформа Springboard, которая принадлежит компании Infinii. Это чтобы каждый из вас сделал просто маленькие детские шаги для того, чтобы понять вообще, что такое электронная коммерция. То есть здесь вы сможете зарабатывать, например, несколько сот долларов, там, допустим, 100, 200, 300, 500 тысяч долларов в месяц, например, на компании, на платформе Springboard. Но, ребята, основной ваш бизнес вот здесь. Здесь вы можете зарабатывать на eBay, Амазоне тысячу долларов в день, две тысячи долларов в день, если вы по полной программе начинаете двигаться здесь. Ваня, еще давай мы дадим... Ну, вот как раз ты сейчас вот показал этот вариант. То есть для чего нужен вообще Infinii-инструмент? То есть мы берем товары, допустим, с разных сторонних таких поставщиков, как Walmart, Overstock, Target, это дропшиппинг, да, для того, чтобы именно контролировать этот процесс и не попадать ее в нелепые продажи. То есть, допустим, товар закончился на Walmart, он сразу сигнализирует на все площадки, что данный товар сейчас не продается, потому что недоступен, да. Или, допустим, на Walmart осуществилось изменение цены на тот или иной товар. То есть автоматически сразу система Infinii корректирует цены на всех этих площадках. То есть это получается, что вы при любой, скажем так, ситуации, вы всегда, система за вас будет отрабатывать вот эти необходимые вещи, которые, допустим, если нет системы, то вручную это практически нереально контролирует. Потому что представьте себе, если тысяча единиц, как пойти и узнать, что цена поменялась на, допустим, на кастрюлях или на кроссовках, да, или, допустим, вот кроссовки закончились. То есть вот это необходимый инструмент, который будет вообще контролировать весь этот процесс на всех этих площадках. И основной как раз момент – это вот добавление товара через Infinii, то есть упростить работу добавления товара как раз в самих площадках eBay, Amazon, Bonanza и, допустим, Shopify. То есть это упрощение работы и контроль над всем процессом. Вот что самое главное вообще в этом проекте. Чтобы люди поняли, где они находятся и с чем в ближайшее время придется сталкиваться и с какими нюансами будем двигаться. А также отдельно, вот он рассказал, что, может быть, завтра у нас будет встреча и расскажет подробнее о маркете, да, вот это, конечно, тоже будет интересно, как оно на самом деле работает. Ваня, я еще, значит, хотел передать, там вчера было некоторое замешательство у людей по поводу того, сколько товаров люди могут разместить на спреймворде и так далее. Ребят, на пакете в 50 долларов у вас 15 продуктов. Я хотел, Ваня, пользуясь моментом, быстро рассказать, что там замешательство, люди оборвали все телефоны. И на некоторые товары вы можете выложить, ребят, 15 единиц, 15 единиц. То есть на некоторые товары вы можете выложить 30 единиц, например, там расческа, да, расческа какая-нибудь там, да, вы просто можете выбрать одну расческу или 15 расчесок, или 30 расчесок. Обращаю ваше внимание, закупочная цена там стоит 45 центов, например, там, да, наценка, которую берет там Infiniite плюс еще там, допустим, я не знаю, 35 центов доллара. Плюс там будет не какая-то комиссия, которая берет Amazon, там, еще там, допустим, полдоллара. То есть на выходе, ребят, вам этот товар там будет стоить полтора доллара, допустим. Но вы его продаете реально по 7, 8, 9 долларов. То есть вот она наценка, наценка 6 долларов, грубо, да. Допустим, вы выложили 30 единиц этого товара. 6 умножьте на 30. Вот вам 180 долларов доход. Но если вы выберете одну единичку товара, одну, но вы заработаете 6 долларов. То есть если вы воспользовались вот этим своим аккаунтом и всего продали 50 единиц товара, 50 на 6 это сколько там? 50 на 6? 300. 300 долларов. То есть если вы просто по одному выбрали товарчику, это вам 300 долларов. Но если вы возьмете на каждую, на каждую из 15 продуктов, выберите больше, чем одна единичка, 10, 15, 30, то вы сможете заработать несколько тысяч долларов даже на этом стартовом пакете в 50 долларов. Ребят, мы просто хотели вам это, ну, разъяснить это, чтобы вы уверенно чувствовали, насколько это круто. Еще раз, доношу вам идею, пакет 50 долларов дает вам 15 товаров. Но зачем вам выбирать всего-навсего одну единицу? Зачем? Вопрос. Выберите 15 единиц. Это смешные маленькие деньги. 15 единиц. То есть, грубо говоря, если 15 единиц каждого из 15 товаров, это 225 товаров. 225 единиц всех товаров. Умножьте, грубо, наценкой 6 долларов. Вот вам, пожалуйста. Ну, здесь еще один момент, то есть, там обучающие видео, которые есть в бэк-офисе, да, если ребята его посмотрят, точно, потому что там данный человек, кто делал это видео, там показал, что можно проследить, какая ценовая политика, допустим, там на Амазоне, для того, чтобы сравнить, за какие цены продается. И можно ставить не за ту цену, которая реально там выставлена. То есть, это 6, 7, 8 долларов. То есть, там написано минимум ритейл прайс. То есть, минимальная продажная цена. То есть, можно добавить еще сверху, даже как минимум десятку на эту единицу. То есть, если сама Инфиняя говорит, что минимальная цена там 7, 8, 9 долларов, то можно свободно накинуть 10 долларов. Там уже за сколько продастся, то мы увидим, да, какие продукты будут идти быстро, какие чуть медленнее. Я правильно понял, Вань? То есть, там Инфиняя рекомендует цену 7, 8, 9, минимальная цена. Да, это вообще минимальная. Это вообще минимальная для... Минимальная цена, да? Да, но там можно, это вообще минимум самый, да? То есть, минимум это продают в Walmart. То есть, можно взять... А те, которые дропшиппингом занимаются, там получается маржа свыше 100%, как минимум. То есть, можно... Ты советуешь людям, что там 20% к этой цене добавлять, 30%, вот так вот, если они там не могут сами выбрать, сравнить цены и не понимают, то есть, сколько накинуть при этом. Можно ты вот... Еще столько же сверху, как минимум. Сколько процентов? Еще столько же, сколько там показано. То есть, в 50, то есть, 100% можно накинуть. Да. То есть, если, допустим... Ну, это минимальный, который, допустим, продается на Walmart, да? Или там Overstock, и ряд других подобных площадок. А на Amazon и eBay это продается вдвоенем или в три раза больше. Фантастика какая-то. То есть, мы реально можем... Просто люди с пакетов 50 долларов могут зарабатывать несколько тысяч долларов. Ну, я даже, допустим, считаю, что если человек там приобретет, допустим, 225 единиц, да, там в итоге получится... Я не ставлю, что продаст 100%, потому что это не гарантированно. Да. А если даже половина из него 50% продаст, то это уже довольно-таки маржа высокая, то есть до 1000 долларов. Но я даже эти тысячи не беру во внимание. Я беру даже треть от этого, да? То есть, это, грубо говоря, там 100-600 долларов человек, наверное, все равно продаст за месяц. И приблизительно где-то в этих рамках оно будет 30% или там 25% от общего объема однозначно продастся. Я согласен. Это 2000, может быть, 2000 долларов, а 2000 просто делите на 4. То есть, грубо говоря, 400-500 долларов все равно будет где-то возможность вот это на пакете 50, да? Потому что если посчитать, 10 вход, 50 еще за пакет и плюс вот я взял 150 долларов завел. То есть, получается в общей сумме 210 долларов затрат. Если я даже дойду до 400 в продажах, то я окупаю свои вложения и плюс у меня 200 доходов. У меня есть на следующий месяц оплатить 50 долларов из тех же 210, а 200 могу вывезти. То есть, уже идет как на окупаемость, да? Конечно, как ты сказал, если взять только 15 единиц, то, конечно, продажа-то будет всего лишь 15 штук и все. Понятно. Ну, то есть, мы говорим о том, что это вообще даже спрингборд, это даже не основная составляющая бизнеса. То есть, люди думают, что спрингборд это основная. Основа это торговля на Амазоне, на eBay, на Бананзе. Это где лежат большие деньги. Вань, давай тогда сейчас тебе слово. Там Татьяна у нас уже тоже должна как-то рассказать, как это все используется. Переходим тогда к нашему... Ну, я бы хотел сказать в двух словах про Амазон, да? То есть, регистрация. Регистрация на Амазон обязательно выбирать именно профессиональный аккаунт, то есть, профессиональный продавец. Это самое первое. Во-вторых, необходимо именно, если есть у кого-то как предприниматель, то есть, бизнес открыт, ООО, там, или какая-то компания у него есть, то может непосредственно добавить туда вот налоговый номер для того, чтобы, когда вы осуществляете продажу, то Амазон накладывает вот эти 15% на каждую продажу. То есть, на эти 15% еще накладывается НДС. В Германии, допустим, на вот эти 15%, которые берет Амазон, накладывает 19%. То есть, если, допустим, вы продали товар за 50 долларов, из этой суммы 15% платится Амазону, а Амазон еще на эти 15% платит государству Германии 19%. Для того, чтобы вот этого круговорота не было, необходимо добавить налоговый номер, который освободит вот этих средств, которые потом вам будет необходимо тоже сдавать отчетность, требовать НДС возврат, и, соответственно, получается такой немного длинный путь, когда можно минимизировать это дело, добавив налоговый номер, и тогда, получается, эти средства будут изниматься, перечисляться в казну государства, то есть, в виде налога, а потом вы будете предоставлять документы и непосредственно требовать этот НДС возврата обратно. Это один из главных тоже моментов. И вот есть некоторые страны, которые проблематичны, вот Казахстан, Молдова, здесь вот есть один из вариантов, либо, если у вас есть знакомые, или там родственники, или, я не знаю, друзья, которые могли бы вам помочь с адресом, то есть, проживанием в России, то, чтобы зарегистрировать свой аккаунт, как в России, и в России существует такой метод вывода, это на систему Пионер, то есть, синхронизируя свой бэк-офис данной компании, получается, у вас вывод будет автоматизированно выводиться каждые две недели на данную систему Пионер, а там уже карточка доставляется, она абсолютно бесплатно, единственное, там, конечно, за снятие, за определенные операции берут определенные комиссии, то есть, вот это надо учесть, и, конечно, если, допустим, мы будем использовать Амазон в виде работы, то есть, будут у нас продажи именно на Амазоне, у нас есть средства для, допустим, западных стран, выводятся средства именно на банковский счет, либо на карты Visa MasterCard, а вот для российского пространства и стран СНГ есть возможность именно вот через Пионер-систему, то, соответственно, Пионер-систему надо регистрировать, наверное, на точный адрес, и вот всем ребятам из России, Казахстана надо уточнить эти детали, как правильно все это сделать, для того, чтобы потом не было вот этих ошибок, и непосредственно, вот, чтобы не было вот этих проблем в будущем. То есть, вот основные аспекты, и еще один такой важный момент, для чего нужны вот эти 90 дней в Амазоне. У нас есть вот довольно-таки объемный документ, он называется Buybox, его на Западе называется Библия Buybox, то есть, это покупка через кнопку, то есть, это себе такой целый продукт, который разработан Амазоне, и непосредственно именно для того, чтобы получить эту возможность, необходимо пройти вот эти 90 дней. То есть, в течение 90 дней вы можете тоже продавать, но особо продаж больших могут не быть, только по одной причине, если вы конкурируете с каким-то продавцом, у него может быть этот Buybox, а у вас нет, потому что у вас еще 90 дней не прошли. Но по каким-то причинам вы можете остаться на каком-то товаре одни. Допустим, человек уехал в отпуск, поставил свой Амазон-аккаунт на отпуск, и получается, что вы на этом товаре остались одни, и вы, допустим, пришел человек, заказал, то есть, купил у вас этот продукт, и получил, что заказ именно будет оформлен на вас, то есть, вы должны будете осуществить эту продажу. И вот тогда, конечно, у вас случается продажа. И вот когда проходите вот эти 90 дней, уже начинаете конкурировать со всеми остальными продавцами, то есть, продажи становятся часто и регулярно. Все, конечно, зависит от количества единиц. Чем больше у вас товара, тем больше у вас вероятность продаж. А если уже синхронизировать эту работу, именно используя такой инструмент, и потом также, допустим, синхронизировать на Бананзе, на eBay и, допустим, на Shopify, то у вас вероятность продаж увеличивается в 4 раза. Надо будет, единственное, определиться с вот этими нюансами по регистрации и выводу средств, то есть, какие варианты будут. Потому что я не специалист, и я не могу вам точно донести, что в Украине, что в России, что в Казахстане, что в Молдове. То есть, вот это надо будет проверить на, собственно, примере. Я думаю, что многие ребята это пройдут и делят своими, скажем, теми ситуациями, проблемами, которые они столкнутся на этом этапе. Но это надо попробовать и завершить. Вот и самый главный момент, который есть на Амазоне, для того, чтобы каждый человек прошел, потому что если у нас в ближайшее время дадут нам вот эту систему для того, чтобы начать и работать, Амазон может быть как стартовая площадка. На ebay вот Татьяна сейчас нам расскажет некоторые детали, нюансы, какие есть ограничения, какие правила, какие вот тонкости надо разобрать для того, чтобы понять и сколько времени на это нуждается. Татьяна, тебе слово. Всех приветствую. Спасибо за приглашение. Буду рада поделиться опытом. Ну, в общем, у меня опыт общий торговли на ebay 10 лет, но из них давайте годы три возьмем, я выступала как покупатель, и остальные годы я выступала уже как продавец. Сначала мне хотелось получить опыт именно как покупателя, чтобы узнать обратную сторону электронной торговли, чтобы потом в будущем обеспечивать идеальный сервис, как продавец. Это очень важный момент, потому что не все понимают вообще, что такое электронная покупка или продажа. Многие там ругаются или еще что-то, а такой продавец или еще что-то. Но когда вы попутите в шкуре продавца, и до этого вы были покупателем, вы поймете, насколько это вообще сложно, и насколько электронная система торговли обеспечивает нам минимизацию работы с товаром, с кастом сервис, с обслуживанием клиентов. Потому что это имеет большое значение при работе, решении в дальнейшем каких-либо проблем и неустойствах. Благодаря Infinii все эти шероховатости электронной торговли очень хорошо снизились, зашлифовались. Потому что появилось много инструментов, которые раньше мы делали вручную. Это, конечно, регистрация, это контроль товара, наличие товара, цен и так далее, и так далее. Здесь очень много таких моментов. Но вот буквально на опыте, даже при регистрации, очень многие сначала начинают работу с Infinii, потом через Infinii открывают eBay, потом дальнейший PayPal. Но вот по моему опыту, буквально на днях, я поняла, что лучше ребятам открывать сначала PayPal счет, так как это вывод денег, потому что его гораздо легче будет уже присоединить в дальнейшем к открытому счету на eBay, и потом вы просто вставляете свои линки счетов PayPal или eBay уже непосредственно на площадке Infinii. Это гораздо сокращает путь. Большая еще ошибка, я обратила внимание, то, что на PayPal многие не делают верификации со своим банковским счетом, потому что без верификации вы не сможете получать деньги. Это очень важный момент, потому что люди видят, что есть какие-то продажи, но они не видят, что деньги поступают там на карточку или на счет и так далее, и так далее. Поэтому верификация очень важна, и когда вы на PayPal сделаете регистрацию, обязательно сделайте верификацию своим банковским счетом. Это очень важный момент, потому что ожидают, что деньги будут доступны, они будут available anytime, но, к сожалению, этого не происходит, потому что есть такая маленькая галочка, которую люди пропускают. Благодаря тому, что на Infinii появились площадки, как Dropbox, Shipping, все выполняют эта компания, как Amazon или Infinii, это, конечно, счастье, потому что раньше я занималась просто торговлей, когда я имела товар у себя в доме и продавала. Я поняла, что товар просто выселяет меня из дома, потому что товар нужно было где-то хранить, им нужно было заниматься, плюс упаковочные материалы, плюс постоянные поездки на почту, пересылки, получение товара. Вопрос о том, что вы уже занимаетесь коммерцией, то есть это очень важно. И я поняла, что я должна что-то менять в своей жизни, поэтому я пришла в электронную торговлю. И то, что сейчас появляется вот такая систематизация, такие инструменты, как Netfinii и площадка Springboard, это большое достижение, этим нужно пользоваться. Но единственное, что я хочу, конечно, предупредить ребят с Европы, чтобы вы сразу не ожидали больших каких-то продаж. Даже если вы имеете доход общий около 10-20%, это большие деньги, поверьте, потому что здесь вопрос, акцент делается именно на товарооборот. И плюс ко всему, то, что во всем этом очень важно, то, что благодаря тому, что вы можете синкризировать продажи на Amazon через площадку Infinei на eBay, вам не нужно иметь больших оборотных денег, финансов в кармане, потому что это тоже один из пунктов, который привел меня в электронную торговлю. Или вы платите свои деньги, вы их вкладываете, ждете, пока у вас это что-то продается, пока что-то зависит от праздников, сезонность. Вы, например, нет возможности заниматься в отпуск, нужно уехать, провести время с семьей. Это все, соответственно, задерживается. Оборот денег. А благодаря электронной площадке вы можете быстро оборачивать свои деньги. И многие, благодаря Amazon и eBay, синхронизации, вы можете вообще не вкладывать деньги, потому что вы просто перевоставляете листинги. В этом случае имеет большое значение это маркетинг. То есть ваш поиск и анализ товаров, которые выставлены на Амазоне, на Аверстоке, в Walmart и на eBay. То есть даже если вы возьмете 3-4 площадки для начала, но возьмите хотя бы одну-две для начала, и сделаете анализ по одному или другому товару на разных площадках, то считайте, что это уже большое достижение, если вы имеете уже доход только на этих двух площадках. Потому что многие знают, что благодаря максимализму нужно иметь только 100% дохода. Ребята, начните со скромного – 10-20%. А дальше степ-бай-степ, когда вы уже будете чувствовать в себе больше уверенности, вы будете легко анализировать товар, будете использовать какие-то интересные поисковики в поисках анализа товара, даже по сезонности. Это большие достижения для вас будут. Тогда можно уже ставить какие-то большие проценты. Большое значение имеет в Америке репутация. Это площадки международные. Поэтому ваши звездочки, которые вы зарабатываете, они тоже зарабатываются месяц за месяцем, год за годом. За вами наблюдают, за вами смотрят, как вы себя ведете, насколько вы вежливы с клиентами, как вы себя ведете в тех или иных сложных ситуациях. И на основании этого вы добавляете свой рейтинг. Это те самые положительные отзывы, золотые звезды, которые добавляются на вашем eBay счете, например. Это имеет большое значение, потому что для многих покупателей звезды на погонах продавца имеют значение. Не все пойдут, если у вас идет отрицательный отзыв на eBay. Они все читают эти отзывы, как вы решаете какие-то возникшие проблемы, ситуации. И даже если вы в негативной какой-то ситуации, в бракованном товаре выходите, все равно с золотой звездой, считайте, что это ваша большая победа. Благодаря этому, кстати, вот то, что на Infinii и Springboard появилась площадка, что работу с клиентами взял на себя Infinii, это тоже снижает и сохраняет ваше время. То, что вы не тратите много времени на общение с клиентами. Это еще тоже очень важный момент. Тоже спасибо большое, потому что это прекрасный толстый для работы и торговли на eBay. Большое значение имеет также при работе на eBay, насколько вы контролируете то, что происходит на вашем счете. То есть то, что бить товар и забыть, и заниматься своими делами тоже нельзя. То есть вы должны понимать, что это как новая профессия, ваша новая работа. Пусть она даже происходит дома, но вы должны ответственно к ней подходить, к тому, что происходит на ваших торговых площадках. Быть все время в курсе, интересоваться. Если вы выходите на международный рынок, значит вы должны знать сезонность товара, например, понимать, какие праздники есть в той или иной стране. И, соответственно, под это подбирать тоже товар, который будет выставляться на ваших площадках. Если на Крисмос, значит, какие-то рождественские товары, если, например, День независимости в Америке будет, значит, опять смотрим, какой товар будет актуальным. То есть все время держать руку на пульсе и не забывать о том, что вы продавец. И это как бы должна быть новая жилка, такой моторчик внутри вас, который все время будет вас двигать. То есть выставить товар там и забыть о нем, это как бы хорошо, но это на уровне быта. Но если вы хотите быть успешным продавцом, то, конечно, нужно следить и смотреть за тем, что происходит на рынке, контролировать и наблюдать за этим. Что-то где-то сделать, какой-то товар, например, неактивный, где-то наоборот, больше как бы листингов выставить. Обязательно, конечно, смотрите за тем, что происходит, ну, как бы не то, что вот в товаре, а наблюдать за тем, насколько просмотров у вас есть. Не всегда, например, товар актуален в тот или иной момент. Ваши просмотры очень хорошо видны на eBay, когда вы заходите в свой офис и вы видите, что да, вот этот товар смотрит, этот нет, может быть, стоит поменять товар на что-то другое. То есть не нужно ждать там месяц-два, когда вы видите, что продаж нет. Значит, нужно сделать как бы обмен листинга, поменять что-то, убрать и добавить новое. То есть вы должны все время смотреть и контролировать, что происходит как бы с товаром, если интерес к нему. Потому что от этого тоже очень многое зависит. Многие сидят надежды, вот, мой товар не продается. Но вы не забывайте, что вот этот поток в вашем магазине остается на ваших плечах. Вы должны все равно смотреть и контролировать, что происходит, насколько это актуально. Не каждый товар свободно будет пользоваться, хотя через там две недели он может пойти в топ-продаж и смотреть. Сделать обязательно в Google Search или какие-то другие, там, в Google Chrome поисковые системы. Hot Top Selling. То есть это горячие продажи. Возьмите, например, десятку или сто товаров, которые сейчас актуальны на продаже. Есть поисковые системы, которые тоже говорят, а что было актуально, например, в топ-плод назад, в этом же месяце. Опять же, открываем, смотрим, изучаем. То есть здесь нужно вот немножечко в плане маркетинга завести в себе такой движок, который будет вас держать все время как бы на пульсе, и вы будете все время изучать рынок, потому что он все равно меняется. Я буквально вот недавно изучала там листинги 2009 года, что было актуально, и что, например, 2015-2016 год. И очень сильно меняется, потому что влияет много электронных инструментов, программные какие-то вещи. То есть рынок все равно меняется. Идет эволюция, меняются товары, меняются вкусы, интересы. За этим тоже нужно наблюдать и смотреть. И еще вот такой вот момент на ebay, конечно, при как бы всей простоте большое значение имеет вот то, что вы можете товар синхронизировать, Amazon через Infinei и выставлять его на ebay. Но вы даже не забывайте, вот я когда только начинала свою торговлю, вот те комиссионы, которые мы должны платить, типа PayPal, Infinei, Shipping и так далее, и так далее. Благодаря тому, что этот общий туз появился, инструмент появился на Infinei на спрингбург-площадке, так называемый калькулятор, это просто великое дело. Потому что когда я только начинала, моя первая продажа ушла в ноль, потому что у меня совсем из головы вылетел спрос, что должна платить PayPal процентов. То есть это будет 3% PayPal, плюс 10% бюлит и бэй. И на каждой площадке разные проценты. Благодаря Infinei на площадке появился этот самый калькулятор, который считает все ваши расходы. Это вообще супер, отлично, потому что раньше сидишь и думаешь, так, Shipping приблизительно не забыл, это не забыл, это добавил, это прописовал, потому что в общем получается где-то, компенсионные еще берут где-то 3-4-5 компаний, это большое значение имеет. И если вы их все не просчитаете, то вы выедете в ноль или даже в минус. Поэтому я и говорю, что для начала нужно, если вы имеете доход хотя бы 10-20%, это уже хорошо. В дальнейшем, если у вас будет больше опыт, и вы поймете, что это ваше, вы сможете ставить больше доходность, пожалуйста, добавляйте 100%. Но главное, смотрите соседей, ваших продавцов, какие у них цены, и не забывать об этом. Ну в общем, так вот кратенько. Спасибо тебе, Татьяна. А вот я хотел бы уточнить, допустим, для первого такого простого обывателя, который только-только сейчас делает первые шаги как раз на eBay. Там как вот я сам столкнулся, сам вот eBay не изучал, а так глубоко я пошел по Амазону, и вот мы увидели, что там есть вот такие ограничения, как первые шаги продавца, что есть определенное количество максимум, то, что я могу выставить единиц, и товарооборота. Ты можешь коротко об этом сказать? Какие вот ограничения? Да, конечно. Мы когда только начинали торговлю на eBay, то получается, что не разрешили выставить только 5 товаров. Есть определенные суммы, на которые начальник продавец может выставить товар, например, на 500 долларов. То есть вы можете выставить 10-20 товаров, но сумма должна быть ограничена до 500 долларов. Но это где-то промежуток длится около 3 месяцев. То есть я не могу сказать, что месяц, два, месяца, три. Дальше вы опять должны нарабатывать свою репутацию. У вас меняется цвет звездочки, например, с голубой на желтенькую, с желтенькой на красненькую. Таким образом у вас нарастает количество оборота, eBay, который вам позволяет, площадка выставляет на определенную сумму товара. Соответственно, вы зарабатываете еще и звезды. Чем больше у вас положительных отзывов, тем больше и быстрее вы нарабатываете свою репутацию. Дальнейший шаг после 500 долларов, например, месяца через три-четыре вы можете выйти на уровень, например, на тысячу долларов. И так далее, и так далее. То есть шаг за шагом, но здесь нельзя форсировать, потому что лучше немножко попридержать свою репутацию, лучше наработать, чем делать давление на кого-то, да, и говорить, о боже, нет, почему так мало, почему так нет таких продаж. То есть я хочу сказать, что здесь не нужно ожидать сразу каких-то миллионных продаж. Здесь вы должны шаг за шагом заработать себе хорошую репутацию, как продавец, сами научиться. Не только выставлять товар, делать хороший листинг в правильной категории, но и также вести какие-то переговоры с людьми. Ну вот благодаря вот тому, что есть площадка Мпиниаль, Сленборд, это очень много снижает затрат на ваше время, потому что очень многие задачи на себя она взяла, а это площадка Мпиниаль. Поэтому здесь вопрос о том, что вы сразу будете получать какой-то невероятный оборот, но и вы, пожалуйста, опуститесь с небес на землю, потому что здесь вы должны четко понимать, что вы должны сначала сами научиться, потом обеспечивать отличный сервис для людей, для клиентов, научиться правильно выставлять листинги, правильные категории. Мпиниаль в этом большой помощник, потому что он много сокращает, в первую очередь, проблемы с доставками и наличием товара, его отправкой. Вот это вот очень сильно помогает, потому что у меня уже есть опыт, и я понимаю, насколько это важно. Потому что я, когда имела товар в своем доме, я должна была всем этим заниматься, еще во все это вмещать свою жизнь, свою семью, то, конечно, было очень сложно. А сейчас Infinii фактически забрала на себя 50-60% всех забот. У меня гораздо больше времени появилось, то, что я могу посвятить, где своей жизни, где своих увлечений, где своего обучения. Благодаря тому, что Infinii взяла на себя эти заботы, потому что она все это электронизировала в какой-то определенный инструмент. И вот благодаря тому, что вот, сколько я уже в общем сложности, если смотреть как продавец лет 5, вот мне сейчас eBay уже поднял уровень, что я могу выставлять товары, например, до 5 тысяч долларов. То есть, ну, это все занимает время, я хочу, чтобы вы реально смотрели на это и не плавали в облаках, не ожидали каких-то сумасшедших прибыли сразу. У Амазона, конечно, ситуация немножко другая, там нет таких ограничений, но все равно есть звездочки, которые вы должны зарабатывать, то есть ваша репутация. И на основании этого тоже будет расти ваш рейтинг. Больше рейтинг, значит, больше продаж. Опять же, вы должны набраться терпения, учиться и больше времени уделять именно сейчас обучению, как лучше выставлять товар, маркетингу, и тогда у вас будет уже зарабатываться ваш опыт. Окей, спасибо. Да, в отличие, конечно, Амазон немножко отличается, и, конечно, там больше возможностей в плане реализации себя, полной автоматизации работы именно на Амазоне, так и, допустим, делая дропшиппинг, то есть это бериосторонние такие компании, как Walmart, Overstock, то есть делать дропшиппинг через них и, соответственно, все это продавать на Амазоне. Я бы хотел немного показать, чтобы вы поняли вообще то, что и Татьяна озвучила, и трендовые продукты, соответственно, что продается, в каком количестве. Я покажу сегодня один из инструментов, который вот оглядно упрощает эту работу, то есть не делать это вручную, а делает это более автоматизированно, что ли. И мы можем вообще столкнуться с любой категорией, с любым количеством товаров, которые продаются в очень большом количестве. И, конечно, сейчас вас цифру удивят, и, в принципе, здесь можно гулять целый день по данным инструментам, и у вас, конечно, представление немного изменится, потому что когда мы окунаемся вот так в eBay, или в Amazon, или в Google Shopping, то мы видим узконаправленно какие-то вещи, какие товары нас интересуют. А вот если посмотреть, в общем, что продается, в каких объемах, какие товары, поскольку тысячи единиц продается в месяц, какой товарооборот на одном товаре, там может быть 3 миллиона, 2 миллиона, 1 миллион долларов. То есть я вам сейчас покажу на простом примере, и мы также немного проследим, какое количество, допустим, наличие у этого продавца товара, цена как меняется, какое количество за день продал. То есть вот это все есть в таких инструментах, и это довольно-таки очень упрощает работу на будущее вообще для составления своего листинга. То есть товар, который продается, ориентироваться на некие категории, которые вам ближе к вам. То есть это очень такой важный инструмент. Сейчас я вам поделюсь, экраном покажу, и скажите, если будет видно, для того, чтобы все это показать наглядно. Так, полный экран, делиться. Это вот один из инструментов, называется Jungle Scout. Здесь можно как анализировать, сканировать любые товары. Наверное, чуть-чуть увеличиваю, так чтобы было видно. То есть как мы видим вверху в панели, то есть у нас абсолютно все категории. Мы можем выбрать все категории, либо отдельно взятые, и проверить любой категории товар. Здесь также есть возможность выставить цена, минимально от какой, и до максимально какой, чистый доход, то есть нет от минимальной тоже до максимальной, ранг данного продукта, и от минимального до максимального. То есть мы можем выбирать в любом направлении, в любой категории, именно, допустим, ту нишу, которая нас интересует. А можно вообще просто прогуляться по всему бэк-офису и посмотреть, какие товары реально продаются на сегодняшний день в большом количестве. Ну и, в принципе, я сразу выбрал несколько категорий. То есть красота для детей, для дома и для кухни. Это вот тоже связанная категория, связанная с домом. Дальше идет вот именно связанная с кухонными принадлежностями. Потом идет как уход. Нет, патио Ламгарден, это, наверное, то, что связано с садом. Потом есть для домашних животных и игрушки. То есть я выбрал несколько категорий, и, соответственно, вот мне выдает сразу изначально очень такие самые горячие я выставил на данной функции, чтобы показал максимально единиц, сколько продается, и до максимального товарооборота за месяц. То есть вот даже взять, если вот эта стиральная машина, мы видим, что за месяц они делают товарооборот 2 миллиона 600 тысяч долларов. То есть продано 3387 единиц. Соответственно, вот здесь показывает как раз вот средний именно как раз объем ранга данного продавца. А здесь вот сколько продавцов стоит на этом товаре 7. Ранг именно данного продукта 182 место. Соответственно, здесь еще по количеству звезд, которые оставлены, и вот тут показывают, что данный именно продавец 3,8% получается позитивных отзывов. То есть немножко как бы скатился ну к такому среднему показателю. Ну и принцип показывает, что категория такая-то, и цена его... Здесь мы можем наблюдать вообще все товары, которые выставлены. То есть их очень много, и разных категорий. Товарообороты, конечно, сумасшедшие. Это показывает пример того, как на самом деле и товары продаются в большом количестве. Каждый месяц эти товарообороты происходят. Отдельно можно будет посмотреть, сколько именно отдельно каждый продукт, допустим, продается, то есть просканировать его, и, соответственно, посмотреть тоже какие товарообороты, какие доходы. Вот, допустим, игрушка с Lego, да, Star Wars, они тоже очень хорошо продаются, и, соответственно, мы видим, сделан товарооборот на 600 тысяч, 2543, тоже ранг, 1256 место, звезды 4,8%, ну и, соответственно, цена 249, и вот как раз вот эти амазоновские эффекты, то есть 45,86. То есть вот Амазон, чистый, допустим, доход в этом году, 2015, вот статистика в ближайшее время выйдет, она составляет в среднем где-то около 105 миллиардов долларов, только на продажу вот этих 15%. То есть вот, допустим, человек продает один раз эту игрушку, заплатили 249 долларов, то данная компания, Lego, допустим, платит вот именно Амазону за продажу одной единицы 45 долларов 86 центов. То есть это 15% вот данной суммы. Чем выше сумма, тем выше данная мажа доходности Амазона. Вот смотрим выше, 310 долларов, а 15% это 56,81% именно как раз идет Амазон. Ну и вот так можно проследить в принципе любой товар, который продается, и, как говорится, в этом можно нырять очень долго, можно искать разные товары, и, как вы видите, объем, количество продаж в месяц очень большие. То есть для того, чтобы определить определенный товар, который вас интересует, тут, конечно, нужно время и немножко понять, разобраться во всем вот этом. То есть здесь абсолютно, допустим, разные виды товаров, в большом количестве продаются и так далее. Я могу, допустим, на одном примере, как я делаю, допустим, просканировать любой продукт Амазона, да. Я просто покажу простой пример, как я это делаю, допустим. Вот я сегодня, как обычно, на примере беру опять вот эту такую специальную какую-то, ну, я не знаю, как назвать правильно по-русски. То есть это такой предмет, который, когда вы хотите отдохнуть, включаете, и вам там играет музыка дождя или что-то в этом роде. То есть это для релакс. И вот у нас есть вот этот номер, который мы, допустим, хотим просканировать. что с этим товаром и понять, сколько он продается и так далее. То есть мы берем вот этот номер, то есть это Асин данного продукта в Амазоне и идем сюда и мы просто закладываем сюда в поиск, нажимаем поиск и вот он у меня ниже есть, данный продукт. И вот он именно как раз и показывает название его Асин. В принципе, его цена, допустим, 29.41, ранг данного именно продукта 120-е место, цена 21.05, 120-е место ранга. То есть общий объем продажи ежедневно в день где-то около 109 единиц. То есть чистый доход за день 2294 доллара. На прошлой конференции, то есть встреча вам показывала, что данный товар в Китае стоит от 35 до 65 центов. Продается он, видите, сегодня 21.5. И принцип, нажимая на данную функцию, мы можем увидеть полностью график данного продукта. Когда я навожу на график, у нас показывает инвентарь, вот это голубые вот эти столбики, это наличие товара на складе в Амазоне. То есть это больше 999 единиц. Если проследить на каждый раз, она показывает, что цифра не меняется. То есть вот в этом квадратике первый такой кружочек синий написано инвентаре 999 штук. Если я передвину еще больше в день, то получается тоже 99. И принцип вот так, если передвигая, показывает количество одно и то же. То есть товар как минимум там больше наверное 2000-3000 постоянно на складе есть. Также мы можем проследить вот такой оранжевый столбик. Это сколько ежедневно было продаж. То есть здесь показывают речневые такой кружочки и написано Est Units Sold. То есть за этот день было столько продаж. То есть 109. Если мы переходим на 30 декабря, 110 продаж. Если мы переходим на 31, 109 продаж. Если переходим на первое, это 109, 109, 109 и тоже 109. Ну и здесь еще один фактор зелененький, то есть вот эта дуга, это показывает ранг. То есть как часто ранг меняется по тем или причинам, потому что есть тоже подобные конкуренты такого продукта и они тоже конкурируют между собой. То есть когда допустим ранг растет, то есть он смещается с 104 места на допустим 50 место, вот сейчас посмотрим здесь какое, 91 место. То есть этот товар становится выше, чем остальные. Здесь немножко упало на 106 место, то есть подобные продукты выросли в ранге, но этот опустился на 106 место. И вот так это происходит практически с каждым продуктом. Можно анализировать, в принципе понимать как все это происходит. Здесь у нас еще есть такая функция, это у нас сейчас показывает 7 дней данный график. Можно поставить на 14 дней, и соответственно график тоже меняется, можем проследить за 14 дней, то есть какой объем и продажи, и также можно за 30 дней. Но это нагляднее наверное будет показано не на этом продукте, а мы допустим посмотрим вот этот я смотрел до этого, чтобы вам наглядно показать, вот тут то же самое, количество продаж 112, ранг падает, до 156 места, 173, 163 ранг, 172 ранг, и тут конечно 145, то есть в среднем где-то около 113 продаж в день. и вот мы сейчас попробуем здесь на 30 дней поставить, вот мы смотрим насколько часто меняется ваш ранг, то есть из-за конкуренции, из-за тех или как раз моментов, и в принципе показывает, что вот какое количество тоже продано, и как часто ваш ранг меняется, и конечно же тоже цена, цена показывает buybox price 29,99, то есть это вот те ребята, которые продают за 29,99 данный продукт, они конкурируют между собой, те, которые чуть дороже продают, они уже конкурируют чуть-чуть меньше, но тут целая именно скажем так система, то есть это надо понять, немного разобрать вот эти детали и нюансы и непосредственно понять, как все это работает на практике. И вот здесь показывает, что было какое-то падение по количеству именно наличия товара то есть вот этот голубенький цвет показывает, что на складе осталось всего лишь 45 единиц. Продажи как таково остались то же самое, но потом вот почему-то на складе осталось 45 единиц и ноль продаж. И это несколько дней, если мы посмотрим 20, 21, 22, показывает наглядно весь этот пример. Ну и дальше опять раз на складе появилось количество товара. То есть это может быть такое, что этот период был определенный количества товара, как мы видим, оно постоянно около 1000 единиц, то резко так вот за один день не может закончиться. Это либо какой-то технический момент, либо пересмотрение каких-то дополнительных вещей, монетаризации данного товара, то поэтому было несколько дней падения наличия либо на отпуск был поставлен магазин для проверки конкретно данного наличия товара. Причина здесь тоже интересна, но наглядно показывает среднестатистические продажи. Мы так можем любой товар проверять. Этот выставлен, он еще не подсказку не сказал, сколько продано. Допустим, тоже этот ранг его тоже меняется, ранг растет и довольно-таки можем посмотреть на 30 дней. Допустим, мы видим определенное количество 10 штук каждый день. Почему-то продаж не было. Есть приблизительно одна продажа. Еще 104 продаж. Дальше, как мы видим, параметры тоже подсказывают и все вот это тоже как пример анализа. Мы видим, даже с 1 числа данный продавец начал продавать и в принципе даже с 1 числа именно этого месяца, то есть января, был 105 продаж, то есть 280 единиц было доступно на складе. Потом 228, 146, 47 и 99 продаж. То есть мы можем наблюдать за любым товаром. И еще вот один момент, вот многие меня спрашивают, откуда брать, допустим, EAN, ASIN, допустим, той или иной единиц, когда мы добавляем через именно eBay. Здесь у нас вот такой инструмент, он называется camel camel, трижды, да, мы вставляем вот этот номер, который я показывал, вот, как мы видим, он отображает вот данный продукт. И здесь вот как раз, чтобы найти вот этот EAN номер, который спрашивали многие, где найти его, вот здесь полностью вся информация о данном продукте. То есть какая категория, какой категории продукт, кто продает данный товар, номер или модель товара, соответственно, где он выставлен, то есть Соединенные Штаты, цена его. Этот EAN, то есть это номер идентификации продукта, потом UPS номер, то есть вот этот тоже необходим как раз вот этот номер для выставления на eBay. То есть обязательно, когда добавляете товар, если вы, допустим, будете брать это с Walmart, можете, допустим, найти, есть еще один такой сайт, я вам покажу, PS AMDP, то есть это поиск тех или иных продуктов, либо по названию, либо по PS номеру. то есть мы нажимаем Search и у нас показывает, что мы не нашли, но мы сейчас пойдем другим путем скопируем PS номер. То есть нам необходимо для того, чтобы мы нашли, почему-то фотография не сработала, но здесь у нас говорится о EAN, то есть 13 цифр, это необходимо, когда мы добавляем в Амазоне и непосредственно вот все эти данные. Само название, под каким PS номером они стоят, то есть для использования PS на eBay, вы можете брать отсюда. То есть любой товар, который вы находите на Walmart, можете найти на Амазоне. Уже во внимание, либо название берете его, диск, давайте прям по названию попробуем проверить его. Тут надо нажать просто поменять продукт name, вставляем, вот, мы видим, как раз вот данный продукт у нас показался, но еще раз. Вот он. То есть можно как по названию, так и по EAN, либо UPS номера определить товар. И мы, допустим, нажимаем вот он данный товар, полностью все описание и приблизительно какие названия на тех иных ресурсах он продается. И здесь уже тоже полная информация ASIN, EAN, S-код, который необходим для eBay и так далее. То есть вот даже размеры, естественно, последний раз, когда сканировался данный продукт, то есть вот эти можно сайты использовать для eBay, для того, чтобы это поставлять и как в помощь работе данных инструментов. ну и допустим, вот этот сам ресурс Camel Camel очень помогает понять ценовую политику, то есть как цена часто менялась и допустим мы можем ниже посмотреть как раз детали, как часто или за все время менялся именно данный продукт именно в цене, либо как часто допустим был провал, то есть наверное заканчивался товар, соответственно не был в продаже, цена иногда выскакивала по каким датам, то есть мы видим этот продукт продается 8 декабря 2012 года. То есть товар очень ходячий и очень продающийся в этом плане, то есть если мы видим на статистике здесь у нас как раз о данном примере он ниже, этот товар очень хорошо продается. Я также показывал сколько он стоит на именно Alibaba его единица стоит 30 центов до 65 центов продается 29.99 то есть вот таким образом можно анализировать данные единицы товара используя вот такие инструменты есть подобных инструментов несколько и в принципе для вас чтобы разобраться в этом конечно потребуется немножко времени но я думаю что данный инструмент поможет вам в будущем именно проанализировать ту или иную категорию ту или иную товар для того чтобы потом это автоматизировать продаж когда полная автоматизация продаж исполняется через Amazon FBA кстати вот у нас третий пакет это Excel за 400 долларов у нас получается вот там будет обучение именно как раз для полной автоматизации процесса работы на Amazon FBA то есть это отдельная такая большая тема и соответственно очень много имеет тонкостей подводных камней которые необходимо будет понять изучить и на практике все это применить на данный момент я думаю что достаточно потому что информации будет много и вам наверное будет это все как говорится освоить и понять немножко для того чтобы разобраться в этих тонкостях моментов то есть это один из примеров того как можно это осознать понять насколько рынок большой чему те или иные товары продаются в таком количестве то есть понять насколько это глобально когда видя там продается 3000 единиц товар оборот почти 3 миллиона долларов это показывает насколько глобален этот бизнес и каждый месяц происходят такие товар обороты сумасшедшие а вот наша возможность как раз с этого пирога достать свой кусок для того чтобы освоить это как профессию и конечно двигаться дальше в этом направлении Алексей может ты хочешь что-то сказать тебя не слышно я хотел я хотел чуть-чуть успокоить людей потому что многим это показалось слишком сложно на самом деле ничего сложного нету просто это как бы Ваня может быть покажал выше фигуры высшего пилотажа а мы сейчас только про ebay вчера узнали и многие люди в замешательстве я хотел бы немножко откачать людей во-первых все по принципу постепенности ребят то есть самые сложные моменты можно освоить как бы пройдя первую ступенечку первый шаг то есть вы сделали что-то очень простое освоили потом сделали что-то следующее освоили потом вы поняли и вам каждый раз будет поступать какие-то новые видения куда можно дальше расти и то что Ваня сейчас использовал это сел на реактивный самолет и показал вам что тут можно вообще такие бесконечные фигуры пилотаж исполнять вот на самом деле насколько я посмотрел бэк-офис в Infinii там есть видео и они очень простые видео сделано по минуте минута две минуты максимум вот Таня тоже зашла увидела как открыть как найти товар на Амазоне как разместить его на Амазоне как товар на eBay там реально все просто я реально посмотрел пару видео и для меня ничего сложного там я не увидел вот вопрос в том что как сказал сегодня Джон в самом начале просто будем сейчас выберем количество людей мы научим это количество людей и вот это количество людей за руку возьмут всю нашу команду и всех просто проведет по этим шагам и вы будете просто экспертами в этом во всем то есть я не вижу никаких трудностей в этом вообще вот те из вас кому это покажется сейчас сложновато значит вы можете пока использовать Springboard кому неинтересна электронная коммерция им больше интересен бизнес сетевой составляющей они могут делать сетевую составляющую я бы хотел сейчас немножко нарисовать вам может быть перспективу то есть я вот постоянно такой вопрос мне задают люди откуда в инфиняе деньги да и вот Ваня сейчас показывал что Амазон берет комиссию за за процессинг вот за это там вы видели 15 процентов я сейчас вот об этом хочу чуть-чуть поговорить потому что инфиняя берет за процессинг всего 2 процента 2,5 процента и 3 процента вы помните там вот у нас есть в пакетах вот это за обслуживание когда вы начнете торговать на Амазоне на Эбэе то это совершенно маленькие деньги которые берет инфиняя за вот эту роботизацию и экономика очень простая представьте что мы с партнерами продали товаров на миллион долларов то есть 2 процента например это комиссия которая берет инфиняя от этих 2 процентов мы просто 70 процентов выходит обратно в сеть 30 процентов опять соответственно распределяется то есть вы поняли 70 процентов обратно идет в сеть то есть это тоже ребят большая составляющая нашей доходности это сотни 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 тысяч долларов этот процессинг вот значит Тань что вы хотели бы добавить чтобы немножко откачать наших людей вот я хочу сказать чтобы ребята как бы не потеряли надежды и все равно ушли в это направление потому что это новая ступенька в их жизни это совершенно что-то то что никогда то чего они не касались и не нужно этого пугаться потому что любой человек осилит любую дорогу если он идет по ней как бы что-то было непонятно всегда есть как бы кураторы которые могут что-то подсказать помочь направить главное сделать первые шаги а дальше шаг за шагом на своем опыте со своими маленькими победами вы будете осваивать новые горизонты и идти в том направлении в котором вы поставили цель и конечно благодаря тому что есть много площадок кроме как площадок кроме как эбэй есть еще у нас амазон есть шопфай есть другие какие-то площадки мы можем то что нам например не дает полностью раскрыться например на эбэй мы можем использовать свои возможности на амазоне и благодаря этому инфиняй как раз нам обеспечила дала эту возможность поэтому работайте флаг в руки барабан на грудь и дерзайте все у всех получится не нужно терять надежды многие люди в это направление идут у всех все получается так что это просто новое что-то нужно учиться это как прийти в школу и заново начинать изучать и конечно учите язык потому что все площадки на английском языке можно использовать google translate но все равно нужно брать новые горизонты и попытаться поднять уровень своего языка да все верно и как раз вот постепенно осваивать то есть дойти до определенного уровня конечно это необходимо время то есть вот за 5 минут конечно мы сразу все освоить не сможем потому что вот самое главное то что вот дается то есть это начать со спримборда то есть маленького а потом уже понять что на этой возможности есть возможность получить вот определенную комиссию за вот эту проделанную работу и конечно уже дальше начнется такая поэтапная работа переход на дополнительный инструмент который по чуть-чуть по чуть-чуть вас будут продвигать то есть вы будете знакомиться с бэк-офисом как амазона таки и бэя может человек определиться я буду там только на ибэе или на амазоне изначально чтобы понять смысл как все это работает как со всем этим управляться и конечно вот интересно будет ожидать вот эти инструменты которые имфиния сейчас нам предоставит для того чтобы синхронизировать эту работу и минимизировать вот этот скажем так процесс добавления товара то есть составление листинга и упростить эту работу в своей массе потому что вот кто сейчас столкнется с си-бэем такая же процедура и на амазоне когда вы составляете сами продукт там куча нюансов то есть сделать заголовок сделать описание добавить фотографии поставить UPS код сделать прописать ключевые слова то есть много вещей которые необходимы и вручную конечно они сложные а когда вот это более автоматизировано вы выставляете просто ссылку и оно сразу сканирует всю информацию существующую допустим с Walmart и также всю галерею фотографий то вам остается всего лишь несколько щелчков все это публиковать и завершить добавление данного товара допустим как на eBay так и на Amazon и в принципе на автомате на других площадках которые будут у нас возможности тоже синхронизировать через данный инструмент и продавать то есть вот это конечно уникальная вещь и вот мы будем работать потому что вот самая главная суть проекта вот как раз вот эти инструменты а уже постепенное обучение это будет как раз Amazon анонсо наверное самые легкие пути а потом постепенно как у вас эти ограничения будут сняты с eBay и конечно вы немножко разберетесь во всем этом то уже будете открывать дополнительно несколько площадок чтобы ваш товар размещенный как на Amazon так же продавался на eBay или там Shopify или на Bonanza и конечно увеличивать ваши объемы продаж увеличить вероятность продаж в 4 раза как минимум а уже осваив по чуть-чуть по чуть-чуть каждый шаг каждый придет к своему то есть каждый определится где он хочет быть какие товарообороты будет он делать сколько у него будет процент дохода 10, 15, 20 или все 100% сколько он будет принимать сам этот рынок и анализы допустим товара и непосредственно даже вот в конце наш пакет за 400 долларов сейчас вот обучение полной автоматизации продаж именно через Amazon FBA то есть это отдельная такая глубокая тема которая уже практически скажем так пройдя весь этот путь осознав весь этот рынок что продается сколько продается вам будет понятно как дальше стратегически действовать и понимать весь этот бизнес и все эти возможности которые сегодня у нас существуют главный аспект разобраться отдельно с каждой площадки нюансов по регистрации что необходимо для регистрации что необходимо для активации аккаунта и также разобраться с моментом по выводу средств то есть через какие системы выводятся средства и вот как Татьяна сказала обязательно верифицировать свой PayPal аккаунт потому что это тоже одна из важных частей бизнеса потому что если не будет верифицирован то у вас могут быть технические проблемы и это может сказаться в будущем на ваших начинаниях и принцип для того чтобы все это разобрать мы здесь сегодня собрались и постепенно будем осуществлять вот эти пошаговые действия которые будут необходимы в ближайшее время ждем инструмента для того чтобы со спримборда постепенно перейти именно к самым главным инструментам столкнуться именно с рынком начать понимать его изучать и двигаться в этом направлении это профессия которая ну на земле тоже есть продавцы там немножко все по-другому работает да да профессия будущая да профессия будущая потому что в интернете все таки это минимизирует данные вроде как мелочи а вот на сегодняшний день есть вероятность допустим не ходить по магазинам а сидя дома выбрать тот или иной товар вам его доставляют домой вы примерите на себе подходит оно вам или не подходит если подходит оставляете если не подходит вы его упаковываете отправляете обратно то есть рынок на сегодня вот минимизирует ваше время затраты вхождение по магазинам потому что это берет очень много времени пробки дороги бензин или транспортные какие-то коммуникации которые вы используете это все время средства и деньги то есть наверное вот это самая главная суть разобрать все это по деталям по полочкам и конечно потихоньку продвигаться в этом направлении обучаться и по практике применять вот здесь если человек освоит этот инструмент и будет двигаться то конечно будут и продажи будут и заработки имфиняяя конечно упрощает эту работу в разы наверное все поймут когда допустим даже выставят первый товар вручную на ebay или там на amazon или на другой площадке то есть увидеть насколько вот это все детально надо прописывать выставлять ключевые слова я не говорю ключевых слов это тоже один из главных факторов анализа именно запроса тех покупателей которые ищут или иные товары то есть это отдельно такая глубокая тема которая тоже есть инструмент который может подсказать какие запросы на какие ключевые слова сколько необходим все это дело как говорится изучать и двигаться в этом направлении так может еще какая-то информация Алексей я думаю что на сегодня был на самом деле сегодня много сказали людям нам я думаю много полезной информации было за сегодня сказано то есть надо сейчас двигаться значит что у нас практически сейчас происходит практически сейчас на сервере происходит обновление многие люди хотят сейчас подключиться поэтому мы ждем когда это обновление закончится и на завтра мы запланируем встречу с Кевином чтобы он нам уже по слайдам объяснил насколько все это просто что мы можем это делать как зачем это автоматизация и так далее вот я еще раз хочу напомнить что мы у нас несколько человек едет в Техас в Хьюстон мы 15 января будем там на встрече в компании мы будем там тоже проходить обучение также я хочу напомнить что мы будем проходить обучение в компании и будем вас учить по шагам и будет также переведено видео и каждый сможет видео маленькое минутное посмотрел сделал получу результат отлично двигаться дальше минутное видео посмотрел сделал посмотрел дальше то есть пожалуйста не беспокойтесь по поводу вот этого что, может, вам кажется, что это что-то новое, я хочу просто вас немножко откачать. Нет, нормально все. Это только начало всего, а на самом деле сам проект упростил все это намного. Если вот столкнуться, как я столкнулся с этим, или, допустим, Татьяна, это когда ты делаешь вручную, и когда еще не понимаешь все это, оно кажется большим. А когда вот используют такие инструменты, это вообще минимизация всех этих проблем и сводится к минимуму. То есть у меня ежедневно на все это дело занимает 5 минут. То есть разобраться, понять и непосредственно все это контролировать. Вот это занимает ровно там 5-10 минут в день. А уже все остальное, конечно, оно по чуть-чуть, как ты говоришь, пошагово, минутное видео посмотрел, сделал, соответственно, это приводит к результату. То есть сразу вот так, раз, и в карьеру не будет, потому что, понятное дело, сразу все не освоишь, и за 5 минут все не разобрать. Именно детально, пошагово вот мы будем все это обучать, показывать и двигаться в этом направлении. Это именно суть была для того, чтобы показать, что это не как все многие считают, что это просто как MLM-проект. То есть понять, что это именно как инструмент, прикрученный к MLM. То есть именно торговля и еще MLM-составляющая. То есть люди, когда успешно торгуют, то, соответственно, здесь идет большая доля вероятности, откуда деньги. То есть иногда спрашивают в проектах, откуда деньги, Зина. То, соответственно, чтобы люди понимали, от чего вообще тут можно зарабатывать и как тут люди делают деньги. Ну да, то есть, например, на спреймборде, если вы увидели, на спреймборде у нас есть товар, который стоит там 53 цента, продается он там за 8 долларов, то вы понимаете, что у вас наценка там 7 долларов. Представляете, то есть реально прозрачная ситуация. Ну ладно. Ваня, тогда что? Мы будем сейчас людей потихоньку отпускать. У нас встреча так полтора часа. Народу надо выпить кофе. Таня, спасибо большое за прямой эфир. Ваня, спасибо за прямой эфир. Значит, я сейчас согласую с Джейсоном, с Кевином встречу на завтра, и мы запланируем встречу по слайдам. Они просто подробно нам все это объяснят. И на самом деле на этой неделе я планирую уже вот то, что сейчас мы будем узнавать, записывать короткие видео и прям пошагово людям все это доносить. Да, и главное как раз, вот если мы узнаем тоже в своей сложности, как будет сам инструмент работать, вот это, конечно, я жду с нетерпением, чтобы понять весь смысл, как все это будет функционировать на практике, потому что это будет самое основное такое объяснение всего бизнеса. Springboard это малая часть, как вот и даже основатель, а вот все остальное, куда мы будем двигаться, через маркет, через те возможности, которые существуют, и на практике все это объединить в одно, использовать и двигаться в этом направлении. То есть реально откуда деньги приходят. Не из воздуха, а реально от продаж, от реального бизнеса, от реального инструмента, в котором все это заглядно и понятно, откуда все исходит. Ну хорошо, хорошо, ребята, Ваня, спасибо большое за эту познавательную конференцию, Татьяна, спасибо большое, ваш опыт очень тоже наценен, значит, как только у нас появится ссылка, я всем раскидаю, и завтра мы вас будем ждать. Всего хорошего, ребята, до встречи, спасибо всем, всем пока. Пока.